В ООН вступились за мусульман-уйгуров. В вооруженных силах Узбекистана появится культпросвет. В Туркменистане прекратили кормить заключенных. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заговорили о преследовании мусульман-уйгуров в провинции Синьцзянь, оккупированная Китаем территория Восточный Туркестан. В заявлении говорится, что ООН располагает достоверной информацией о том, что более 1 миллиона этнических уйгуров в Китае содержатся в месте, напоминающем огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности. Об этом пишет агентство Reuters. Как рассказала член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй МакДугал, 2 миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств находятся в политических лагерях для перевоспитания в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. Синьцзянь, оккупированная информация Гэй МакДугал, 2 миллиона уйга. В беседе с корреспондентом Хабархо глава одной семьи из Синьцзяня, на данный момент проживающей в Монголии, на условиях анонимности рассказал, что они не чувствуют себя в безопасности даже за пределами Китая и постоянно находятся в страхе, опасаясь преследования со стороны Китая. Ведь среди уйгуров является общеизвестным, что китайские дипломаты замешаны в использовании дипломатических связей для депортации политических беженцев обратно в Китай, из той или иной страны. Эксперты отмечают, что данная проблема поднимается в ООН совершенно не по причине их искреннего желания заступиться за угнетенное уйгурское меньшинство, ведь преступления китайских оккупантов в отношении уйгуров продолжаются уже достаточно долго, но на Западе это никогда никого особо не заботило. На самом деле, заявление ООН стало лишь очередным рычагом в торговой войне, которую начали против Китая США путем введения дополнительной многомиллиардной пошлины на товары из Китая. Министр обороны Узбекистана Абдусулом Азизов на заседании в Академии вооруженных сил 6 августа представил постановление Мерзиоева о повышении духовно-просветительского уровня военнослужащих ВС, пишет газета УЗ. В документе отмечается, что подготовка в военных вузах офицеров с широким кругозором и мировоззрением, а также инфраструктура для организации духовно-просветительской и культурной сферы в системе ВС не отвечают требованиям времени. По словам главы Минобороны, ситуация на Ближнем Востоке показала, что где нет верности и воспитания, там пускают корни проблемы. И в Сирии, и в Ираке были большие гарнизоны военнослужащих, но они без проблем были побеждены небольшими группировками террористов. Анализ этих армий показал, что там были коррупции и кумовство. В результате серьезных недостатков в вопросах духовно-нравственного развития и военной подготовки весь Ближний Восток превращается в руины, заявил он. В отдельных батальонах появится советник командира воинской части по делам духовности и просветительства, начальник Центра культуры. С 2018-2019 учебного года на базе общевойскового факультета Академии ВС вводится система обучения и подготовки офицеров по специальности «Командно-тактическая воспитательная и идеологическая работа». Министр обороны объявил каждую пятницу в системе вооруженных сил Днем духовного развития и патриотизма. Наблюдатели отмечают, что наиболее вероятным мотивом введения идеологического воспитания в вооруженных силах Узбекистана является опасение властей за собственную безопасность на фоне мировых событий, когда народы восстают против правителей и революция перестает считаться редкостью. Туркменские власти не перестают шокировать международное сообщество своим нечеловеческим отношением к своему народу. Заключенным в туркменских тюрьмах прекращено государственное обеспечение питанием, пишет радио Азатлык со ссылкой на собственный источник. По словам источника, эта ситуация относится ко всем местам заключения, кроме закрытой колонии в Вадан-Депе. Кормление заключенных с начала этого года полностью прекратилось. Теперь родственникам осужденных приходится раз в месяц посылать им достаточное количество еды и денег, рассказал источник. В сообщении также говорится, что для того, чтобы сделать передачу, родственники вынуждены давать взятки сотрудникам учреждения. Для близких осужденных находить необходимую сумму – большая проблема. Кроме того, для того, чтобы доставить продовольствие внутрь тюрьмы, необходимо заплатить взятку сотрудникам органов, рассказал один из родственников заключенного по имени Баба Мурат. Также он сказал, что цены в этих магазинах как минимум дороже в 10 раз. Одна лепешка стоит 25 монатов, литровая Кока-Кола – 60 монатов. Напомним, что в последние годы материальное положение населения Туркменистана значительно ухудшилось. И в 2017-2018 году увеличилось число граждан, которые покинули или хотят покинуть страну в поисках работы. Кроме того, с начала текущего года в стране неоднократно был зарегистрирован дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Что в самом деле ввоза нет, абсолютно уже последние осадки, самый продаем. Редактор субтитров А.Семкин